140 км в час навстречу ветру и победам. Сегодня в Архызе стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту, который продлится до конца недели. Первый день был разыгран титул чемпиона России по скоростному спуску и был определён победитель первенства России по той же дисциплине. Фатима Даурова о предельных скоростях на архызских трассах. Прямо сейчас на главной трассе проходят соревнования, где спортсмены борются за золотую медаль. Они станут чемпионами России, выиграв эту медаль. Ну а параллельно с ними обычные отдыхающие тоже готовятся к своему спуску. То есть ни одна трасса не пострадала, всё работает в штатном режиме, а чемпионат идёт своим ходом. Почти вся горнолыжная география России сегодня представлена на чемпионате. Участники приехали из всех самых горнолыжных регионов страны. Камчатки, Мурманска, Сахалина, Магадана, Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены соревнуются на специальных трассах. Их подготовка к соревнованиям шла в течение месяца. Требования по качеству снежного покрова иные, чем для любительского катания. Снег должен быть намного плотнее, чем на туристических трассах. Современная система искусственного снижения курорта во многом обеспечила нужные технические характеристики. Система безопасности предусматривает 9 километров специальных переносных сетей, выставленных по границам трассы. Плотный снег, практически ледяная корка на снеге должна быть. Сетки должны стоять, безопасности, маты в очень большом объеме. Неравномерно идет вся. Тут есть и повороты, и есть и перегибы. Есть даже чуть выше финиша. Это отрыв, когда на высокой скорости туристы и спортсмены едут. Они отрываются и до 20-30 метров пролетают просто по воздуху. За золотые медали боролись более 80 горнолыжников. Среди них члены сборной команды России, а также молодые спортсмены, которые только претендуют на включение в нее. Победа станет для них путевкой в сборную России. Среди основных претендентов на высокий результат – мастера спорта, победители и призеры международных соревнований по горнолыжному спорту. И у каждого свой настрой на победу. Уже все распределили свои места. Первое, второе, третье. Я думаю, надо вмешаться. Настрой хороший. Ну, боевой, как всегда. Четыре года назад я здесь победил на чемпионате России. Затем у меня был большой перерыв, и я только в этом сезоне решил вернуться снова в спорт. Так что, не знаю, посмотрим. Пока все сложно. Пилоты спицкинга, покоряя трассу, соревнуются за самые высокие показатели скорости. Каждый результат судьи заносят сразу же в специальную таблицу. Сегодня же быстрее всех среди мужчин оказался спортсмен-юниор из далекой Сахалинской области Александр Михайлов. 19-летний горнолыжник одновременно завоевал титул чемпиона по скоростному спуску и стал победителем первенства. Среди женщин победу в чемпионате одержала Александра Прокопьева из Московской области. А вот первое место на пьедестале первенства досталось молодой спортсменке из Камчатского края Софьи Вериной. Эмоции меня переполняют через края, потому что это моя первая победа. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я буду стараться дальше выигрывать. Завтра еще тоже соревнования, тоже первенство, тоже чемпионат, тоже самое. Буду стараться. Условия здесь хорошие, мне очень понравились эти. Прям замечательно подготовили, хорошо трасс. Архез не случайно был выбран местом для проведения соревнований такого уровня. Горнолыжный мир знает о преимуществах трасс и климата нашего региона. Мы уже здесь не впервые. Мы уже несколько лет назад проводили здесь соревнования. Были очень положительные отзывы. И когда мы обратились к руководству республики и курорты Северного Кавказа, нас поддержали, и мы здесь проводим соревнования. Здесь очень хорошие условия, великолепная погода. Для нашей республики, естественно, это популяризация горнолыжного спорта, это привлечение людей к занятию спортом, к притернию здорового образа жизни. Тем более такие соревнования проходят в таких шикарных, красивых местах. Поэтому это привлечет и зрителей, и туристов, и самих любителей заниматься спортом. Завтра соревнования продолжатся гонкой суперкомбинации у женщин в рамках чемпионата и первенства России. А у мужчин пройдет гонка в супергиганте. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия, Романтик.